Возвращаемся в программу час Ивана Денисова Ну, я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос Я не могу отвечать за американскую еврейскую общину Для меня загадка Как можно продолжать голосовать за демократов При всем при том, что они в последнее время делают Со времен Генри Джексон, а он умер в 83-м году И того, как Либерман практически ушел из демократической партии Это уж, правда, было в этом веке, стал независимым Но я не вижу, как демократы действительно обозначают взаимодействие с Израилем И желание как-то помочь ему Может, я что-то упускаю, но для меня это загадка И следующий звонок не дождался радиослушатель Тогда давайте поговорим Мы в последнее время довольно часто упоминаем в наших беседах Бразилию Ну, а тут вот как раз годовщина подоспела Давайте попробуем принять звонок, а потом вернемся к Бразилии Добрый день, пожалуйста, в эфире Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Вот вы сейчас вспомнили Шамира В каком-то мере мой кумир Руководитель Шабака Действительно, который не отдал ни одной пяти земли И вот что я вспомнил, что он очень плохо кончил В доме престарелых Ну, помните, у Высоцкого пророка нет в отечестве своем Да и в других отечествах не густо Да, он, конечно, заслужил гораздо больше премий Чем те, кто их получают В этом я с Вами согласен Спасибо за Ваш звонок Ну, а теперь давайте все-таки поговорим о Бразилии Годовщина переворота, если я не ошибаюсь Да, совершенно верно И в прошлый раз я это упоминал Сегодня, ну, совсем немного подробнее И опять мы, кстати, немного выйдем и на Израиль Потом поймете, что я имел в виду Итак, в 64-м году случился переворот Хотя очень многие, и президент Бразилии, и Болсонару, например Считают, что это был не переворот, а революция И даже спасение страны У них есть на то основания Потому что человек, который на тот момент Бразилии правил Жоау или Жоанна Гулард Он был политиком очень беспомощным и безвольным То есть он, например, мог в беседах с американскими дипломатами Посоветовать им уничтожить Кубу И когда дипломаты ему отвечают, что пострадает много невинных людей И ответить, что вас это не должно волновать Лучше уничтожить всех кубинцев, чем погибнет хоть один американец Но при этом его политика более открытая Его представители голосовали во всех международных организациях Всегда против Америки Он шел на контакты с коммунистическими странами Он допустил то, что в армии в открытую работали коммунистические агитаторы И стравливали между собой разные категории офицерства И порой вели агитацию против солдат Чтобы они не подчинялись офицерам вообще Если офицеры были против коммунистических идей Плюс он пошел на масштабные реформы национализации Раздачи, экспроприации земель И, как всегда, все социалисты Да, он, его политика в области образования Тормозило развитие частных школ И, как всегда, все эти социалистические меры Они привели к тому, что Бразилия в экономическом плане Была, мягко говоря, удручающей И в политическом все больше и больше рос Росло влияние левых и той самой Кубы И хотя Гулард, он вроде как и этого и не хотел Но он ничего не делал, чтобы помешать Поэтому, в конце концов, армия как раз в конце, в марте месяце Уже терпеть этого не могла И благополучно его режим, его правление уничтожило При этом сам президент Гулардон из страны страну покинул С ним того, что было с Альенде, не произошло Ну, не знаю, может, он того все-таки и не заслуживал Но, повторяю, вина его огромна Новым главой стал Костелло Бранко, генерал Потом его сменил его министр обороны Коста Исилова Или Кошта Исилова, если угодно И потом был целый ряд президентов, которые так или иначе следовали Жесткой военной традиции То, что произошло, ну, с одной стороны, конечно же, это было плохо Потому что, естественно, были репрессии Естественно, были случаи жестокости И, естественно, люди погибли С другой стороны, тот самый Вернон Уолтерс На которого я ссылался в прошлый раз Который воевал вместе с генералом Бранко Во время Второй мировой И который находился в Бразилии И наблюдал за всем происходящим изнутри Но попытки объявить, как я тоже повторю свою мысль Прошлые недели Привязать его к организации переворота Они бессмысленны Потому что бразильцы бы точно на это не пошли На связи прямые с Соединенными Штатами И с разведками Америки Так как это бы подорвало их легитимность А бразильцы на это болезненно реагировали Но вот Уолтерс, много проработавший И в Южной Америке, и с южноамериканцами Он еще в 70-е годы сделал совершенно точные выводы Что если режим, который против Америки Против Соединенных Штатов, против Запада А то, что делал Гулард, так или иначе вело к тому Меняется на режим дружественный штатам Но враждебный коммунистам То это хорошая идея Потому что такие режимы Они всегда Рано или поздно уходят Тоже давнее наблюдение И вообще известно Что все правые Более-менее авторитарные режимы Они в определенный момент Сменяются демократическими Тогда как режимы левые Они очень глубоко пускают корни Они сразу же подчиняют себе систему образования Прежде всего И полностью вычищают оппозицию А в Бразилии-то, кстати Там очень много партий было запрещено Но одна оппозиционная была сохранена И более того, она функционировала Так что, конечно же, это не образец демократии Но это и не то, что происходило в коммунистических странах Так что, если выбирать между превращением Бразилии в Кубу При этом Бразилия, она, как вы помните Гораздо крупнее Кубы И там, чем бы закончилась ее коммунизация Трудно себе представить Там бы было что-то наподобие даже не Кубы А Китая, если не похуже И режимы, которые, да, глубочай И гораздо дольше бы этот режим продержался С режимами, которые, к сожалению Не, может быть, всегда отвечают нашим представлениям О демократии и о том, как себя надо вести Но которые уничтожают еще больше зло А тоталитарный коммунизм, зло гораздо больше То следует признать, что тот переворот Был положительным явлением Как, например, и то, что происходило в Чили Через меньше, чем через 10 лет И более того И отношения со штатами действительно укрепились И экономическое развитие в Бразилии В период военной хунты Оно было стремительным Бразильское чудо пресловутое Только потом, когда уже пришли леваки Все пришло в упадок, естественно И вот, помятуя об этом Президент Болсонару Который очень уважает военное правление И есть за что Он собрался праздновать это 55-летие Прежде всего в армии Но, однако же, судьи и активисты Которые одинаковы, как мы видим, везде Они его деятельность, к сожалению Затормозили в этом направлении И практически ему отметить Как надо было это отметить Потому что это действительно событие важное Толком и не дали И судьи, и офис генерального прокурора Бразилии Болсонару, можно сказать, запретили Устраивать празднование И Болсонару, хотя нам все рассказывают Что он якобы диктатор Здесь, ну, в Твиттере Привел несколько отзывов людей Которые участвовали в той революции Но зря времени терять не стал И уехал в Израиль И здесь ему тоже Я уже вам рассказывал Лобби внутреннее Прежде всего сельскохозяйственное Мешает перенести посольство В Иерусалим Но он и люди из его окружения Уверяют, что это произойдет И его пребывание в Израиле Вот последние несколько дней Оно привело к заключению Целого ряда соглашений В области безопасности И сотрудничества Связанного с технологиями И к тому же В Иерусалиме он открыл Специальный институт Офис Нацеленный на дальнейшее сотрудничество С Израилем То есть такое Ну, де-факто, можно сказать Посольство Это уже очень хорошо И я надеюсь, что в будущем Все-таки ему удастся добиться своего И сотрудничество с Израилем Будет укреплено И посольство наконец-то откроется А подводя итог Если, повторюсь Люди, которые в свое время Остановили коммунизм в Бразилии И дали нам Такого президента, как Болсонаро Который укрепляет Правые идеи в Южной Америке Укрепляет связи со Штатами И с Израилем То, знаете Лучше уж их поддерживать Чем Прекраснодушных левых мечтателей Которые готовы были превратить Бразилию Повторяю В Кубу В Китай Ну, в какой угодно ГУЛАГ Коммунистического толка Мое мнение такое Если Сергей согласится или нет Добавит что-то С удовольствием передам ему слово Я абсолютно разделяю Вашу точку зрения Ваше мнение По поводу Бальсонара И Бразилии И движения Бразилии А теперь давайте Вот о ком поговорим Джо Байден Он сначала сказал Что на 50% Он еще не объявил о том Что он принимает участие В президентской гонке Он там на 50% созрел На 70% На 80% На 95% Сейчас уже, наверное, процентов На 98% Созрел Но похоже Откатится назад Ну и в связи с этим Он ряд выступлений сделал И в этих выступлениях Довольно забавные вещи Говорил Вот одна из них Это О культуре Белого мужчины Мужчины Да, совершенно верно Белый мужчина Джо Байден Пошел на культуру Белых мужчин Не, ну конечно же Если культура белых мужчин Дает нам таких Как Джо Байден То к ней есть Какие претензии предъявить Но дело даже не в этом Байден По большому счету Самый опасный кандидат Потому что Я на данный момент Ну сейчас у Трампа преимущество Но он теоретически Выиграть может Потому что за него Проголосуют очень многие Нево-трамперы Которые, к сожалению, сохранились И он вроде бы не такой Буйно помешанный Как Те, кто сейчас На первом плане Кажется он такой Вполне себе Благообразный Но Байден Это Воплощение Беспринципных демократов Который Может оказаться Хуже Картера, например Даже он скорее будет Ближе не к Обаме А именно к тому Удручающему президенту Ныне здравствующему Не буду это комментировать И вот Байден Тем не менее Ему Увидя В чем его По его мнению Слабая сторона А именно в том Что Он когда-то Не помог Аните Хиллу Он у нас отправился В такой тур С извинениями За то Что Из-за того Что существует Эта самая культура Белых мужчин То в свое время Вот Анита Хилла Была этой самой Культурой Уничтожена И он Извиняется перед ней Я напомню Кто такая Анита Хилла Анита Хилл Это женщина Которая работала С Кларенсом Томасом Когда он Возглавлял Агентство По равным Экономическим Возможностям И которую Демократы Использовали Чтобы его Оклеветать На утверждениях Верховный суд Тогда Байден Байден Как раз Был Ведущей фигурой В комитете Сената По юридическом Комитете И Тогда На самом деле Никто Практически Если почитать Отзывы Ну кроме Закоренелых Леваков Анита Хилл Не верил Но Тем не менее Сегодня И она Благополучно Ее Проигнорировали Но естественно Демократы Сделали все Чтобы Судью Тогда еще Не судью А юриста Томаса Его Травить По всем Направлениям И вот Сегодня Байден Вытащил Эту историю И для него С одной стороны Это повод Опять Потерзать Все Эти вот Раны Демократов Связанные С Верховным Судом Томас Там И Томас Лидер Консервативного Крыла И самый яркий Судья И вот Угодить Движению Миту И так далее И тому подобное Но Что В этом Может быть Смешно А может И дико Потому что Вот Ездит Байден И извиняется Переданитой Хилл Что он Ее не послушал И не дал Ей толком Развернуться На тех Слушаниях Но Если вы Вообще-то Посмотрите На эту ситуацию Со стороны Я считаю Разумного Человека То за что Извиняется Джо Байден Он Извиняется За то Что Он не Уничтожил Карьеру Преуспевающего Чернокожего Заметьте Юриста Потому что Если бы Был дан Ход Лжи Аниты Хилл А в том Что она Врет Повторяю Тогда Мало Кто Сомневался Кроме Понятно Кого То Томас Был бы Уничтожен Полностью И как Юрист И можно Сказать Как Человек То есть Когда он Говорил В своем Знаменитом Выступлении Что перед Нами Томас Я имею Ввиду Пример Того Как Линчуют Преуспевающих Чернокожих Да Линчевание В стиле Хай-тек Его выражение То Смотрел Он На Джо Байдена Если вы Посмотрите Этот ролик То у Байдена Там Совершенно Хамское Выражение Лица Ну Не сильно Оно Изменилось С той Пары И вот Теперь Ему Надо бы И хило Тем самым На самом деле Позиционирует Себя Полным Расистом То есть Для него Уничтожить Карьеру Чернокожего Юриста Получается Было бы Главным Достижением Его карьеры Но Естественно Всех Его Почитателей Это не волнует Другое Дело Что В своем Пылу Обвинений И В адрес Этих самых Белых Мужчин Которым Мы с вами Кстати Тоже Относимся Байден Сейчас попал В призабавную На мой взгляд Ситуацию Так как Некая Люси Флорес Тоже Закоренела Левачка Из Невада Она Теперь Рассказывает Что Байден На каком-то Мероприятии В четырнадцатом Кажется Году Вел себя Ну Мягко говоря Как извращенец Потому что Что-то там За нее Хватался И проделывал Какие-то Странные Движения Носом Ртом И так далее И тому подобное Что Ну Прямо скажем Вполне себе Тянет Если не на сексуальное Домогательство То На Так скажем Нездоровое поведение Сексуально Озабоченного И очень старого Человека Что может быть Было бы Ничего такого Но Хотя конечно же Приятного В этом мало Но не забывайте Это Тогдашний Вице-президент И кандидат В будущее президента Здесь Сразу же Поднялся шум И даже Уоррен И Кастро Тоже Потенциальные Кандидаты В президенты Уже Стали требовать Чтобы Байден Как-то вообще За это Все извинялся Байден Ответил Каким-то Совершенно Безумным Письмом Что-то вроде того Что я этого Не делал Но может быть Я это и делал Поэтому Если я все-таки Это делал То Я готов Выслушать Все претензии Лично Я бы В любой другой Ситуации Счел бы Что происходящее Но это Скорее Подстава Потому что Флорес Она Фанатка Сандерса Она всегда За него Агитировала И Байден По большому счету Один из главных Конкурентов Сандерса Да Два Безумных Белых Ветерана Левых Но это Конечно же Забавно Хотя Если вдуматься То забавного Мало Если Такие люди Представляют Демократическую Партию Но как бы то ни было Возможно То что она делает Это ее попытки Просто убрать Конкурента Своего любимого Берни Но заступаться За Байдена Я извините Не буду Потому что Даже без извинений Просто не буду Потому что Человек Который Я только что Вам рассказывал Ведет себя Абсолютно Нечестно Жульнически Нападает На целую Категорию Людей Только из-за Их цвета кожи На белых То есть Ведет себя Как расист Сожалеет о том Что он Не смог Затравить Чернокожего Уже юриста Опять таки Расизм И поощряет Вот это Шизофреническое Движение Феминистское Которое Теперь Выстреливает Против него Ж И если Его оправдание Сводится К тому Что я Вам только что Перечислил А именно Что он уже И сам Не помнит Вел он себя Так Или нет Хотя Там уже Пытаются Его защитить Жена Картера Тоже Это знаменитая Фотография Где он Там за нее Хватается Картер другого Не президента Министра обороны Уверяет Что он Что она Там на него Не в обиде И что фотографию Неправильно Истолковывает Но Пускай Вот знаете Они Со своей травлей Томаса И того же Кавана Теперь Опять же Попробуют Свое У них Заместитель Губернатора Вирджинии Вы помните Скандалился Теперь Байден Пускай Разбираются Сами И если Вист Скандал Байдена В конце Концов Уберет Хотя Есть у меня Опасение Что его Все-таки Замнут В конце Концов Как С тем же Нортом И его Заместителем Но Тем не менее Пускай Все опять Видят Внутренние Разборки Демократов Во всем Их Уродстве И Неприглядности А И чем Больше Байден Выставляет Себя На посмешище Тем Лучше Я уверен И для Америки И для И для Нынешней администрации Которая должна Побеждать Через Полтора Года Да и Для всех Нас Как я считаю И опять Если Сергей Что-то добавит Согласится Или нет То с удовольствием Передам ему Слово Да Есть попытки Защитить Байдена Вот и Мика Бжезинский На MSNBC Сказала Типа он Просто очень Ласковый И любит Флиртовать Но Совершенно Как бы Безопасный Защитить А что касается Его участия В президентской Гонке На сегодняшний день Он среди Демократов Наиболее Популярный Политик Претендующий Возможно Претендующий На Должность Президента По моему 70% Отдают Предпочтение Байдену 60% Отдают Предпочтение Сандерсу Ну и дальше Там пошло Нисходящий Я думаю Что Е как только Он объявит Если он Объявит Конечно О своем участии В президентской Гонке Ситуация С популярностью С процентами С опросами Резко Поменяется Вся эта свора Тут же Накинется На него И начнут Копать Так Как они Обычно Копают Против своих Противников То есть Пока на него Еще как бы Внимание Особо Не обращают Поскольку Он еще Не объявил Официально О том Что он Будет Участвовать В гонке Как только Он это сделает Я думаю Что и популярность Его резко Пойдет вниз На самом деле Похоже Что самым Популярным Политиком Останется Барни Сэндерс И это Действительно Как бы Напрягает Потому что Я знаю Вот и среди Русскоговорящих Некоторых Юных Особ Сторонников Сандерса Готовы Голосовать За него Ну не говоря Уже О студентах О молодежи Безумной Да кстати Говоря о студентах О молодежи Это немножко На другую тему Но вот Интересно Гарвардский университет Начал служебное Расследование В отношении Своего преподавателя Профессора права Рональда Саливана Который согласился Стать адвокатом Кинопродюсера Харви Вайнштейна Обвиняющегося В изнасиловании Как вы знаете Расследование Открыто По требованию Студентов Саливана Утверждающих Что Приняв Предложение Вайнштейна Стать его адвокатом Профессор Нанес им Моральную Травму Студенты Рональда Саливана Жаловались На то Что Решение Представлять Вайнштейна Обвиняемого В изнасиловании Подвергает Их риску Это Будущая Элита Нашей Страны Это Те Кто Будет Там В самом верху О психическом Состоянии Этих людей Можно судить Хотя бы По вот Этой Вот Выходке По вот Этой Вот Тут Мне сказать Нечего Если под сомнение Ставится Билли Правах Вы помните Любой гражданин Имеет право Да На То что Его представляли В суде А А теперь Этот Билли Правах Он Ущемляет Какие-то Что-то там Не знаю Прищемляет У этих Студентов То дела Конечно Плохи К Вайнштейну Можно относиться По-разному Но Право На адвоката Он конечно же Имеет И А вот Все эти Сноуфлейки Пресловутые Право Возмущаться Они тоже Его имеют Но Не ставить Под сомнение То что В основе Американского Общества Благодаря которому Они получают Своё образование Вообще-то Иван Огромное спасибо К сожалению Времени больше не осталось Посему До следующей встречи Спасибо вам До встречи